Слышно ли меня? Меня слышно, класс. Всем привет, я рада вас здесь видеть. Отлично, что вы проснулись так рано утром и дошли. Надеюсь, что вы успели выпить свой первый кофе и сейчас чувствуете себя бодро. Меня зовут Катя Гордиенко, я аналитик данных во Фло. Фло — это такой фимтех-стартап, это помощник для женского здоровья. Мы помогаем женщинам трекать месячные, справляться с проблемами вокруг репродуктивного здоровья, сопровождаем во время беременности и так далее. Я расскажу чуть подробнее. Мой рассказ будет из трех частей. Сначала я расскажу про себя и про свой путь в IT и как я встретила Фло. Потому что, когда мы все маленькие, нас спрашивают, кем ты будешь, когда вырастешь? И ты думаешь, ну, конечно, мороженщиком. И представляешь, ну, или условно мороженщиком. И представляешь, что ты примерно так, вот я вырос, и я мороженщик. А потом ты вырастаешь, и оказывается, что путь не такой прямой. И тебе нужно принимать решения, и они какие-то бывают разные. И иногда до точки, когда ты мороженщик или кто-нибудь еще, ты доходишь окольными путями. И мне кажется, важно делиться тем, как ты принимаешь решения на этом пути. Потому что мы все думаем по-разному. И мне кажется, основная цель этого мероприятия — это нетворкинг и вдохновение друг друга. А меня очень сильно вдохновляет понимать, как думают другие на рассеточке в других головах. Потому что, во-первых, интересно. А во-вторых, это помогает экономить себе время. Иногда так слушаешь другую на рассеточку и думаешь, вау, почему я об этом не подумала. Поэтому я расскажу, как я принимала разные решения на своем карьерном пути. Дальше я расскажу про фло, что такое фло, как мы используем данные, что вообще мы делаем, что мы за продукт. И в конце я расскажу, что такое продуктовая аналитика, по моему мнению. И что это такое, какая это роль в продукте, зачем она нужна. Потому что каждый раз, когда я ищу работу в продукте и читаю описание вакансий, под одними и теми же тайтлами люди имеют в виду абсолютно разные вещи. И я хочу поделиться своим взглядом на то, что такое продуктовый аналитик, зачем он или она нужны в команде. Отлично, начнем. Кликер не работает. О, работает. Класс. Значит, это такой слайд, как я встретила фло. Когда я была маленькая, я была теоретическим физиком и училась на физтехе. Там я поняла, что я очень люблю цифры, я очень люблю разбираться, как устроен мир, придумывать гипотезы и челленджить этот мир, проверяя, как он на самом деле устроен. Но к концу бакалавриата мне пришло в голову, что задачи, про которые я думала про мир, слишком абстрактные и слишком далеки от настоящего мира, который можно потрогать. То есть теоретическая физика — это весело, но частицы, знаете, очень маленькие. И в настоящем мире, кажется, как будто немножко встречаются, но ты их не ощущаешь. И я стала думать, как я могу приблизиться чуть-чуть к настоящему миру, продолжая его исследовать. И узнала, что есть такая сфера науки когнитивной психологии. Когнитивные психологи — это люди, которые не умеют помогать кому-то, точнее, не умеют, но так же, как и все остальные люди, но умеют запихивать людей в приборы и, например, моделировать внимание, как я делала в вышке. Мне важно рассказать про этот переход, потому что иногда люди думают, что после того, как они начали учиться, например, на физика, они не могут взять и перейти в другую область. На самом деле могут. На самом деле, когда ты поступаешь в магистратуру, если вы внимательно почитаете правила, у тебя не всегда есть требование, что у тебя должен быть бакалавриат по психологии, а есть требование, чтобы ты, не знаю, выиграл конкурс в портфолио. Это не то же самое, что бакалавриат по психологии. Или выиграть олимпиаду, поступление. В общем, мне хочется вдохновить вас, если вы думаете, что вам нужно другое образование, другие навыки и так далее, подходить к поиску мест, где можно получить эти навыки творческие. Нету ограничений, очень много ограничений в голове. Я закончила магу и поняла, что я хочу быть еще ближе к миру, потому что наука – это, конечно, классно, но когда ты работаешь в науке, это такой долгий путь. Твой ресерч появится в настоящем мире, но хорошо, если лет через 30. Я имею в виду, появится так, чтобы можно было его потрогать, а не только в виде научной статьи. И я поняла, что исследование классное, исследовать, как ведут себя люди, суперздорово. И я хочу это делать в бизнесе. И я начала это делать в Яндексе. В Яндекс.Поиске мы делали инструменты для исследования поиска на краудсорсинговых работниках ТЛАКИ, для быстрой проверки гипотез, стал ли поиск лучше. Это было ближе к миру, чем наука. Я чувствовала вдохновение. И мне кажется, это важный был для меня шаг, что если вы чувствуете, что что-то сделает вас счастливее, обычно нужно идти в тому вектору, и это сделает вас счастливее. Или вы сможете быстро пересмотреть свою дорогу и пойти по другому вектору. Но в Яндексе я поняла, что мне хочется быть еще ближе к людям, потому что когда ты делаешь инструмент для улучшения поиска, результаты твоей деятельности доходят до мира через посредника, потому что ты улучшаешь инструмент, кто-то улучшает продукт поиск, и только потом живые люди. И я перешла в Joom, где стала работать продуктом и непосредственно влиять на пользовательский опыт, потому что я занималась контролем качества. Joom — это маркетплейс, в основном китайские продавцы отправляют товары по всему миру, и люди их получают. Когда ты занимаешься контролем качества в маркетплейсе, ты непосредственно влияешь на то, насколько счастлив человек, когда открыл коробку и увидел то, что заказал пару недель назад. Во время моей работы в Joom наступил карантин. Я, как и многие люди, сидела дома и думала о смысле себя в этом мире, что я делаю, и о ценностях, которые я несу в мир. Я поняла, что мне очень важно работать в месте, которое, по моему субъективному представлению, делает мир лучше. У всех субъективные представления разные, это окей. И тогда я отрефиксировала, что мое субъективное представление, какие вещи делает мир лучше, это либо штуки вокруг здоровья, либо штуки вокруг образования. И как-то так случилось, что именно в этот момент мы познакомились с Flow, и Flow для меня супер матч, потому что Flow — это одновременно стартап про здоровье, и я занимаюсь во Flow контентом, то есть я делаю внутри фактически образовательные штуки. Я тоже хочу на этом месте остановиться и подчеркнуть, что я чувствую супермного счастья, когда понимаю, что работа над чем-то для себя важным. И это очень сильно драйвит, это очень сильно драйвит в те моменты. У всех надо давать low energy, когда вы сидите и думаете, о, боже мой, нету сил. И работа в продукте, который соответствует внутренним ценностям, намного легче в этот момент найти силы, пройти через этот период и двигаться дальше. Что такое Flow? Flow — это приложение про здоровье женщин. Это топ-1 приложение по скачиваемости в Европе и Америке в области health and fitness. И я сейчас хочу провести такой микроопрос. Есть ли тут кто-нибудь, у кого когда-нибудь стояло Flow на телефоне? Ей, сработало. Flow состоит из нескольких частей. Самая core функциональность — это менструальный трекер. Flow помогает женщинам следить за менструальным циклом, понимать, когда придут месячные, когда овуляция, регулярный цикл или нет, потому что у некоторых женщин цикл нерегулярный, и нужна с этим помощь. Flow помогает женщинам, соображает женщинам во время беременности, потому что это для многих новый период жизни, когда ты не очень понимаешь, что происходит с твоим телом, и хочешь пройти этот период как можно более здоровый. И Flow огромный. У нас monthly аудитория 36 миллионов человек, то есть очень много людей пользуется. Основная аудитория — американский рынок, но приложение переведено на много языков, то есть пользуется worldwide. И мне кажется, что это важный пункт про Femtech. Вообще Femtech — это такая область, которой пользуется половина населения планеты, потому что в Femtech стартапах бывает пара разная. Бывает, ну, Core — это трекинг месячных. Бывает, например, когда люди хотят забеременеть ЭКО, ЭКО, не знаю, где ударение, сори. В общем, хотят искусственное обладание. Есть стартапы, которые помогают с этим, есть стартапы, которые помогают с грудным скармливанием, с тем, как растить ребенка и так далее. И мне кажется, удивительный факт, что половина населения планеты иногда не думает о том, что есть эти стартапы, есть эти продукты, которые помогают женщинам. А видите, у нас 36 миллионов пользуются. Это очень важный кусок. И я рада, что здесь присутствует аудитория всех гендеров. И мне кажется, что пока я разговариваю, может быть, те, кто никогда не сталкивались с месячными, с тем, что есть проблемы вокруг их трекинга, задумаются, что просто посмотрите, половина населения планеты с чем-то подобным сталкиваются. 36 миллионов — это очень много женщин. И это очень разный юзер-джорни. У женщин разные цели. Кто-то просто хочет трекать месячные, чтобы цикл был регулярным, и знать, есть ли у них проблемы вокруг этого. Кто-то хочет забеременеть, и Фло тоже помогает этим людям забеременеть. Кто-то уже забеременела, и, как я уже говорила, хочет понимать, что происходит, на какой неделе беременности, как меняется тело, как меняется плод внутри, можно ли пить кофе, можно ли заниматься спортом. Все такие вопросы, про которые ты не знаешь, потому что это твоя первая беременность. Кто-то уже родила ребенка, и тоже, как меняется мое тело, когда я вернусь в то состояние, в котором я была до беременности. Это очень много вопросов и очень много разных user journey. Фло помогает женщинам на всех этих этапах, а чтобы Фло лучше помогало, нам помогают большие данные. Что мы знаем про женщин? Во-первых, когда женщина приходит к нам в приложение, мы можем задать какие-то вопросы и узнать, что хочет женщина. А во-вторых, мы знаем все, что женщина делает во Фло. Это начиная с базовых вещей, от того, когда у женщины были месячные, ну, естественно, как устроен цикл у женщины. Некоторые женщины вводят симптомы, и когда они… Симптомы, которые происходят во время цикла, например, может болеть живот, может болеть голова, может меняться уровень сексуального влечения, может меняться настроение. И если женщина это вводит, мы можем лучше рассказывать женщине о ее здоровье. И, опять же, мы знаем, какими фичами в приложении женщина интересуется. И из всего этого вместе мы можем, во-первых, понимать цели женщины в приложении и вообще в жизни, область ее интересов, есть ли у нее какие-нибудь medical conditions, фло, не может ставить диагнозы, но мы можем посоветовать, например, обратив внимание, вот у людей бывает поликистоз, и судя по твоей структуре цикла и потому что ты вводишь приложение, может быть, тебе стоит пообщаться с врачом. И таким образом мы повышаем awareness про здоровье и помогаем вовремя обратиться к врачу. И когда у нас есть такое количество данных, мы можем лучше планировать, какие фичи делать для женщин, чтобы им было в приложении хорошо и интересно. И примеры таких фичей. Самая core штука – это точные prediction цикла, когда наступят месячные. Это важно, потому что это помогает планировать жизнь, потому что, например, у тебя может быть ПМС, и у тебя может быть меньше энергии или болеть голова вокруг месячных, ты можешь какие-то события планировать. Тем, кому важно планировать беременность, опять же, это делать вокруг цикла. То есть такая самая-самая базовая core функциональность. Следующая важная штука – это Health Assistant. Это наш чат-бот, который разговаривает с женщинами про здоровье. Именно чат-бот, если что, посоветует про поликистоз обратиться к врачу. Чат-бот расскажет, как может проходить… Например, в какой гормональной фазе ты сейчас находишься, и как это на тебя влияет. Чат-боту можно задать вопросы, например, пройти тест про mental conditions и понять, есть ли у тебя склонность к чему-то или нет. Опять же, мы не ставим диагнозы, но можем что-то посоветовать. И третья часть, которой я как раз занимаюсь во фло – это персональный контент. Все точно так же. Так мы знаем, в какой точке своего месяца находится женщина. Мы можем предложить ей контент, начиная от статей про здоровье, заканчивая фитнесом, который подходит именно в эту часть цикла, и сделать это суперудобно. В общем, да, контент выглядит так. Есть месяц, у него есть разные периоды, и мы подбираем в разные моменты то, что нужно. Я продуктовый аналитик контенте. То есть я понимаю, во-первых, кто женщина и что она хочет прочитать. Во-вторых, какие женщины в каком формате лучше понимают ту или иную информацию. Про что-то мы делаем курсы, это длинные видео. Про что-то мы делаем развлекательные stories. Что-то лучше запихнуть в чат-бота, и будет такой интерактив, когда ты разговариваешь с чат-ботом и так далее. Что делает дата-аналитик в команде, или продуктовый аналитик? Как я уже сказала в самом начале, очень зависит от компании. Может делать примерно все, что угодно. В моей голове… Вот, я вижу, в зале кивает, и мне кажется, что кто-то сталкивался с такой же, ну не болью, а особенностью продуктовых профессий. А в моей голове продуктовая аналитика – это такая роль, которая, во-первых, такие сенсорные органы в команде, то есть я уши и глаза, и, может быть, не знаю, щупальца. Я спросила биологов, какие бывают сенсорные органы, кроме глаз и щупальца, и они сказали, что я не хочу знать об этом. Поэтому я буду говорить про глаза и щупальца. В общем, во-первых, сенсорные органы, команда должна понимать, чего на самом деле происходит в продукте, потому что иногда мы придумываем классную фичу, а в настоящем мире она разворачивается не так, как мы придумали. Это не значит, что хорошо или плохо, это значит, что она просто по-другому. И чем лучше вы понимаете, что на самом деле происходит в продукте, тем лучше вы понимаете следующее решение про продукт. Мне кажется, очевидно. И вторая функция аналитика, которая мне кажется суперважной, это любопытство команды. Кроме тех вопросов, которые вы задали в самом начале, ну и про которые вы уже знаете, например, как отработала какая-нибудь фича. Хорошо, если есть кто-то, кто сует свой нос во все данные в разных срезах, потому что обычно это устроено так. Если ты очень много смотришь на разные данные, в какой-то момент у тебя возникает ощущение, что какие-то данные устроены странно. И сначала ты даже не очень понимаешь, почему тебе кажется, что они устроены странно. Ты на них внимательно смотришь, 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 проводишь день, может быть, неделю, и в результате раскапываешь, что внутри происходит. И мне кажется, это как раз функция аналитика в команде. Слайд. Спасибо за ваше внимание. Ваше внимание хочу сказать две вещи. Во-первых, мы нанимаем аналитиков. И если вы хотите узнать об этом поподробнее, меня можно где-нибудь поймать, поговорить со мной или перейти по QR-коду и сделать это молча. Все снимают QR-код в зале. Вы видео тоже можете это сделать. Во-вторых, я просто буду рада поговорить про путь IT, про путь в IT в продуктовых профессиях, про путь в IT так, чтобы он совпадал с вашими внутренними ценностями. Поэтому, опять же, со мной можно либо поговорить тут, либо найти в сети, и я всегда буду рада вам как-нибудь помочь. Время для вопросов, если они у вас есть. Такое предложение, которое… Мне интересует вопрос, как вы конкурируете с мировым? Просто вопрос такой. В функции айфона есть уже такой трекер. И начать делать такой продукт было бы, наверное, страшно, потому что это уже сделал Apple. Но вы сделали круче, и за счет этого как-то там 36 миллионов. Это много. Но вот как у вас устроено принятие решения было? Ведь можно было и прогореть, и не привлечь. И вообще он сейчас у вас отжирает аудиторию. Как вот здесь происходит? Отличный вопрос. Флоп появился в 2015 году. И смотрите, устроено так. Для Apple трекинг месячных не кор-функциональность. Потому что в айфоне есть масса другого, и люди в основном покупают айфон не из-за того, что они хотят трекать месячные по каким-то другим причинам. Я думаю, что. И в этот момент основной способ конкурировать – это делать действительно очень классный продукт, который очень заточен под более аудитории, более в смысле пользовательские проблемы. И делать это очень удобно. И таким образом пользовательницы будут оставаться с нами, потому что мы лучше удовлетворяем конкретным узкофункциональным пользовательским запросам. Как-то вы делаете продуктовую стратегию сейчас на 3 года вперед. Она же, наверное, у вас делается. Там, наверное, все равно вот эти гиганты, они стоят. Какие у вас еще? Во-первых, мы с вами гигант в этой сфере. Во-вторых, да, Apple – это конкуренты, и мы на них смотрим и корректируем продуктовую стратегию так, чтобы выигрывать у Apple. Я не могу сейчас рассказать продуктовую стратегию на 3 года вперед. Поэтому это я не расскажу. Да, важный конкурент, да, смотрим, да, конкурируем. Екатерина, спасибо, очень интересно. У меня вопрос. Медицина вообще наука емкая достаточно вещь, то есть знание емкое, так скажем. И аналитика сама по себе в отдельности тоже очень требует много знаний. И, наверное, нечасто, очень-очень нечасто человек, который как бы в двух сразу областях, да, очень развит, скажем так, очень много знает. И как устроено взаимодействие вот именно докторов? Потому что вот я посмотрел на сайте у вас на первой прямой странице, очень много докторов перечислено. Как взаимодействие докторов и аналитиков организовано в компании? Спасибо за вопрос. У нас в компании есть Medical Department. Это как раз люди с медицинским образованием, которые отвечают за медицинскую часть. И есть продукт, продуктовые люди, аналитика в продукте. И мы вместе, как команда, работаем, дополняя друг друга. То есть Medical Department приносит медицинские инсайты, аналитики приносят аналитические. То есть, например, если бы был только Medical Department, может быть, приложение получилось бы очень сухим и скучным, и простым людям без высшего медицинского образования, может быть, было бы тяжело его читать. И поэтому нужно уравновешивать все. Чтобы, с одной стороны, было медицинское достоверно, с другой стороны, легко для восприятия. Я правильно понял, что у вас есть какие-то совместные мероприятия? Или это у вас, грубо говоря, директива от врачей, как нужно пользоваться, как можно использовать данные, или как лучше не использовать данные, например? Или вы совместно обсуждаете какие-то инсайты от аналитиков? Весь контент ревьюется в Medical Department, то есть весь контент, который мы пишем, например, мы точно знаем, что он достоверный. Когда я говорила про, например, чат-бота, который умеет поговорить про разные Medical Conditions, его делают просто в медицинском департменте, а аналитики помогают с обработкой данных, помогают с тем, как это устроить. Спасибо. Добрый день. Вопрос из чата. Очень интересно, спасибо. Какая точность предсказания цикла? Как считали? Отличный вопрос. Так как я аналитик в контенте, я сейчас не скажу про это точные цифры, потому что я не занимаюсь именно этой функциональностью и не хочу говорить цифры из головы, чтобы они не отвечали точно. Это секретная информация. Секрет, да. Можно назвать секрет. Отвечу частично на этот вопрос. Привет, Гриш. Ответ не из фло. Да, ответ не из фло, просто я пользуюсь приложением. Мне кажется, это индивидуально еще все, да, потому что у кого-то цикл более стабильный, у кого-то нет. Мне кажется, что машин леонинг, я так понимаю, там тоже используется, да, каким-то образом это все обучается. Ну, в общем, у меня приложение через полгода начало очень четко все предсказывать. Поначалу нет, понятное дело. То есть поначалу предсказания не так хорошо работали. И вопрос от меня, если можно. Сейчас я... Можно я добавлю к тому вопросу, а потом послушаю ваш вопрос. Когда мы предсказываем цикл, мы используем, во-первых, данные про прошлые циклы, которые были введены, во-вторых, если женщина вводит симптомы, мы используем симптомы для уточнения преддикшена. И да, это все индивидуально, и у всех устроен аппарат. У кого-то более регулярный цикл, у кого-то менее регулярный. Адаптируемся к циклу. Вопрос, насколько интернациональна у вас команда? То есть я так понимаю, ты работаешь на английском языке, ходя из твоей презентации, но компания белорусская. Разработка в Минске. Сейчас в компании открываются офисы в Вильнюсе и в Амстердаме, и есть небольшие офисы в Сан-Фране и в Лондоне. И команда интернациональная, то есть мы внутри разговариваем на английском, потому что есть люди, которые не разговаривают на русском. Спасибо. Катя, спасибо большое. Переходим. Да, еще вопрос. Да, окей. Я так рада, когда много вопросов. Спасибо. А как вы продвигаете ваш продукт? Какие у вас основные каналы, если вы про это знаете? Ну, опять же, так как я в контенте, а не в… Все равно. Ну, как и все продукты, есть реклама. Есть сарафанное радио, что очень важно, потому что это такой продукт, который… Просто продукты про здоровье, это очень про доверие, и поэтому сарафанное радио, когда люди рассказывают друг другу, это важно. Хорошо. Как у всех. Спасибо. Катя, спасибо огромное за твою презентацию. Спасибо за ваше внимание.